В остановлении есть ряд моментов, которые, сомненно, заслуживают внимания. Первое. При избрании мне меры пресечения совершенно не изучаются и судом два факта. Они следствием, некоим образом, на мой взгляд, без обоснования представлены. И сами факты не изучались ни органами прокуратуры, ни судом. Эти два факта. Первое. Это момент моего задержания и, якобы, сопротивление сотрудникам НПД. Везде, в публичных источниках, изложена видеозапись задержания, на которой абсолютно отчетливо видно о том, что никакого сопротивления никогда не было. Но, тем не менее, из постановления в постановление это обстоятельство фигурирует. На мой взгляд, это просто недопустимо, некорректно и является, по сути, неправдой. Второе. Это ссылаются на некие предыдущие эпизоды грубых нарушений с моей стороны, в том числе закона. Я из этих эпизодов, наверное, самый вопиющий приведу это превышение скорости на несколько километров. Если помню, на 20 километров в час, которое было много лет назад. Это, наверное, самый вопиющий признак. Это факт моего нарушения в прошлом закона. И еще обращаю внимание на то, что абсолютно без доказательств, они не обоснованы, а только с короткой формулировкой, которую никто не изучает. Есть доказательства о том, что при мере пресечения Мухаммедова нарушался режим нахождения под домашним арестом. И производились какое-то общение с помощью системы скайп. Я считаю, что это недоказуемо и не может быть доказуемо, потому что этого факта не было. И доказательств этому нет и не может быть. Но, тем не менее, органы прокуратуры транслируют это, не изучая, я считаю, тем самым деля на себя ответственность за такие доказательства некорректные. И суд также не исследует совершенно, переносит в постановление эти, на мой взгляд, возмущенные факты.